Программа «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Привет, в студии Александра Миляшко. В эфире программа «В теме». Современные проблемы требуют современных решений. И сегодня мы поговорим о том, как не попасть на удочку кибермошенников. Разобраться в теме нам поможет заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Александр Сергеевич Грицук. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда вообще в Беларуси в первый раз столкнулись с киберпреступностью? Могу сказать, что первое высокотехнологическое киберпреступление было у нас на территории зафиксировано 20 ноября 1998 года. Лицо, внедрив в программу обеспечения компьютера жертвы, доносную программу «Троянский конь», после чего получил институт доступ к сетевым реквизитерам пользователей сети интернет. Из одного из провайдеров столицы. То есть достаточно давно, я бы сказала. Да, давно совсем, да. А как давно существует государственный орган, раскрывающий вот такого рода преступления? Ну, вообще, наше управление в Республике Беларусь от милиции за раскрытие преступлений в сфере высоких технологий отвечает Главное управление по противодействию киберпреступности. Его структурное подразделение по областям и городам. Вот. И создалось оно в 2002 году, 28 ноября, когда называлось «Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий». На данный момент она уже более актуализирована и переименована. А можно ли утверждать, что найти онлайн преступника – это гораздо сложнее, чем офлайн? Вот вообще в среднем сколько времени надо на раскрытие вот киберпреступления? Утверждать, что именно офлайн найти гораздо сложнее, да, онлайн, потому что почему? Потому что преступники в онлайн, в сети, они программами скрывают свое местное положение. То есть всем известным можно скрыть свой IP-адрес различными программами. И вот, чтобы дойти до сути, до конечного IP-адреса, бывает, составляет и месяцы, и пол до полугода. А вот, как правило, что является основным источником опасности для обычных пользователей в сети интернет? Ну, вообще, источником является в первую очередь нежелательный контент. Террористической направленности, порнография, наркотики. Вот, потом нежелательная реклама. Я не имею в виду рекламу, которая легальная. А всплывающие баннеры о всяких призах, выигрышах, участии в лотереях. Дальше это, опять же, несанкционированный доступ к компьютеру жертвы, пользователя. Утечка информации пользователя. Также потеря всех данных. Ну, и самое банальное – это мошенничество. А есть ли какие-то временные периоды, вот когда растет кибермошенничество? Ну, как такого, от сезона кибермошенничества не зависит. Вот. Больше, наверное, зависит от того, как быстро вырабатываются новые схемы преступлений и как они быстро отрабатываются преступниками. А вот сейчас часто можно услышать такие термины, как вишинг. Что это вообще значит и что он из себя представляет? Вишинг – это тот вид мошенничества, когда потерпевшему звонят от имени банка, сотрудников банка, представляют сотрудников банка, и под теми или иными предлогами выманивают реквизиты банковских карт, либо открывают обманным путем онлайн-кредиты на жертву. Ну, и, в принципе, все. А вот как противостоять? Просто понимать, что банк звонить не может и сразу скидывать? Или как вот вы бы посоветовали в бытовом плане? Во-первых, когда, если начинает разговор от имени банка, во-первых, в интернет-месседжере банк не звонит никогда. Он будет позвонить, если он будет звонить только на городской телефон, либо на мобильный телефон обычный. Второе. Сотрудник банка никогда не будет спрашивать у клиента данные банковской карты, секретные какие-то коды, смс-коды. Если речь уже начинает идти об каких-то данных, личных данных, предоставить коды банка, то сразу надо прекращать разговор. Не продолжайте разговор тогда с тем лицом, который вам звонит. Лучше вы перестрахуете, сами перезвоните, на сайте банка телефон найдете, сами перезвоните, переспросите. А кто находится, скажем так, в группе риска и чаще всего попадается вот на крючок такой? Ну, как правило, это люди более старшего возраста, более старшего поколения, потому что несерьезно относятся к сети, к своим данным, к своей банковской карте. Я иногда привожу пример, если подойдет постороннее лицо на улице и скажет, дайте мне ключи квартиры, я перепрячу ваши деньги, вы же никогда не дадите его. Ну, а по телефону предоставляет номер банковской карты, чтобы перепрятать деньги. А вот на ваш взгляд, это вот с чем связано? От того, что люди вот неумело обходятся со своими данными, или они просто вот не знают, не хватает какого-то знания такого, как вести себя вот в этой сети интернет? Может, не осознают опасности? Вот на ваш личный взгляд. Ну, мой личный взгляд, особенно старшее поколение, что нельзя пощупать, то для них это нереально. То есть, и получается, они осознают опасности тех данных, что они передают, и поэтому, кажется, попадаются на эту удочку. А как можно решить такую проблему? Вот, например, не знаю, внукам посоветовать, чтобы они бабушкам и дедушкам дали вот пару уроков поведения в сети интернет? Не надо никаких уроков давать, просто запомнить одно правило. Свои данные никому не давать. Тоже верно. Золотое правило. Ну, больше ничего не надо делать. А что такое двухфакторная авторизация, и зачем она вообще нужна? Ну, это такой метод идентификации пользователя на каком-либо ресурсе, который включает в себя два этапа. Первый этап – выводите логин и пароль. Второй – вы подтверждаете логин и пароль либо смс, приходящим с банка, либо каким-то своим другим кодом, либо это биометрия. А вот зачем она нужна? Это чтобы себя как-то обезопасить? Да, в какой-то мере оно, если вы не передадите, конечно, опять же возвращаемся, второй этап – не передадите злоумышленнику, то да, вы себя полностью обезопасиваете. То есть, если у нас есть такой вариант, то лучше его всегда использовать, да? Да, всегда надо использовать его. А стоит ли подключаться к непроверенному или незнакомому Wi-Fi-соединению? Вот все у нас люди, скажем так, любят бесплатные какие-то возможности, и вот ты приехал в какую-то гостиницу на каком-то курорте, и есть бесплатный Wi-Fi в отеле, вот стоит ли? Я бы не доверял тем Wi-Fi-сетям беспарольным Wi-Fi-сетям. То есть, беспарольный – значит, незащищенный. Если это сеть отеля, либо то клуб, где вы находитесь, и там нужно как бы там себя идентифицировать, либо это паролем, либо это смс по телефону приходящим, опять же, это пароль, вот, то я бы более-менее доверял. Но все равно, находясь в общественной сети, я бы не рискнул бы посещать интернет-банкинг и личные странички в социальных сетях. Авторизоваться в них, по крайней мере. А вот вы, мы уже выяснили, что пострадавшие – это чаще всего люди такого более старшего возраста, старшее поколение. А кто же совершает эти преступления? Вот, как правило, это какие-то более молодые люди или абсолютно разные группы и слои? Ну, я бы сказал, что это в среднем от 14 до 25 лет, имеющий вполне, ну, математический склад ума, аналитический склад ума и плюс желающий быстрых денег. 14 лет – это довольно такой, ну, малый возраст. А откуда вот у детей такие, не знаю, знания в этой сети интернет? И вот, как правило, зачем они это делают? Сети интернет? Откуда знания в сети интернет? А зачем они это чаще всего делают? Много разных сервизированных форм, которые они посещают, где все описаны, ситуации, схемы преступные. Есть много телеграм-каналов открытых-закрытых, где предлагают участвовать в этих схемах за какое-то определенное количество денег. Ну, и все. Ну, вот у несовершеннолетних, у них есть знания, как это все провернуть, но в то же время они могут получить прекрасное знание, что за это грозит. И вот, опять же, из вашего личного опыта, что движет несовершеннолетними, когда они осуществляют такие преступления? Неужели вот им так нужны? Легкие деньги, быстрые легкие деньги движут. То есть папы с мамой не хватает карманных денег, и молодые люди вот так вот… Да, да, да. А больше ничего, только корысть. Вот так вот. А я напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Александр Горецук. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, что точно не стоит публиковать в социальных сетях. Оставайся на Радиус ФМ. Ты слушаешь программу в теме. Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Мы снова в эфире. У микрофона Александр Мелешко. А в гостях у нас заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Александр Горецук. И мы сегодня говорим на тему, как же не стать жертвой кибермошенничества. Расскажите, как правильно ограничить количество личной информации в сети и что точно не стоит публиковать в различных социальных сетях, да и вообще везде? Ну, как правильно ограничить количество личной информации? Ну, просто ограничить просто именем. Ну, максимум фамилий. Телефоны это однозначно не стоят свои и адреса домашние. Родственников не стоит публиковывать своих фамилий, имена и адреса. Потому что иногда люди обращаются, говорят, мне звонят мошенники, звонят. Это именно банк. Откуда у меня ваши данные? Ну, давайте откроем вашу сеть социальную. Открываем сеть, а там папа, мама, брат, сестра, родился, крестился. Ну, и вся информация в социальной сети. Ну, сделайте ее закрытой просто, эта информация. Есть же функции в социальных сетях, где можно информацию закрыть. Оставьте свое имя и фамилию, это вполне достаточно для вашей идентификации, вашими друзьями в социальных сетях. А вот для мессенджеров есть какие-то лайфхаки? Например, вот как в Вайбере ограничить этот круг поступающих звонков? Ну, в Вайбере точно можно ограничиться. В настройках есть такая функция, как нежелательные звонки, защита от нежелательных звонков. Если вы там поставите галочку, то те, кто не в вашей телефонной книжке, просто до вас не дозвонятся. А что помогает еще защитить себя как-то в интернете, вот кроме таких простых правил, как размещение малой части своей информации? Ну, первое, надо пользоваться вообще-то легальным лицензионным программным обеспечением, постоянно обновлять его. Первое – это бдительность сети интернета, не входить в откровенные разговоры в чатах с незнакомыми людьми. Не публиковать, опять же, в отношении себя какую-то личную информацию. Когда вы не всегда остерегаетесь каких-то опросов в сети интернета, потому что бывает под опросами просто выужат для себя вашу личную информацию. Кажется, безобидный опрос, а информация уже фамилия, имя, отчество, ваш год рождения, телефон уже достаточно для мошенника, чтобы с вами начать разговор. Вот так вот, так мало данных, а уже повод для преступления. А есть ли еще какие-то признаки подозрительного сообщения? Вот, например, пришло на почту письмо со ссылкой. Могу ли я как-то понять, что это не очередной случай какого-то вишенга? В первую очередь, это отправитель может быть странное имя, длинное очень именно, запутанный адрес электронной почты может быть. Второй, тема письма может привлекать, очень будет привлекательной, да, получите там скидку какого-то пришла у вас сайта. Вот, может быть, тема письма может побуждать к какому-то действию, что вот пришло письмо, пройдите опрос, перейдите по ссылке, чтобы пройти опрос, переходите по ссылке, попадаете на фишинговую ссылку, и дальше у вас уже выманивают, опять же, в ваших личных данных и может дойти до банковской карты. Вот, опять же, присутствует попытка в письме получить ваши данные, то есть, вы когда проходите, вам говорят, вот у вас опрос ВКонтакте, войдите в ВКонтакт, введите свой логин и пароль. Это письма, это ни в коем случае нельзя делать, потому что, опять же, там фишинговая будет ссылка, где вы ведете свой логин и пароль, который попадет бандиту. В принципе, если к письму прикреплен файл, и он от незнакомого пользователя письмо, файл лучше этот не открывать, потому что файл может содержать вирусную программу, которая заразит ваш гаджет, и получится опять, к вашим данным будет доступ. А можно ли по телефонному разговору как-то понять, вот кто звонит, настоящий или фейковый представитель банка или какой-либо другой организации? Ну, в принципе, что мошенники, что банковские работники начинают разговор правильно и одинаково. Но если уже доходит до получения ваших личных данных, просят номер банковской карты, не надо банковскому работнику знать номер вашей карты, он так знает ее, он знает все ваши коды, он так все это видит. Если начинается то, что просит банковскую карту, все, однозначно, это будут мошенники, прекращается разговор. Любые личные данные не будут у вас требовать по телефону, даже не сотрудник милиции, никто. А вот как и с помощью чего вообще преступники узнают первоначально вот эти данные клиента? Или электронную почту, или мобильный телефон? Вот откуда они это все получают? Ну, опять же, вот социальная сеть, во-вторых, игры разные, онлайн, ваши форумы, где вы стоите в форумах, бывает, люди просто пишут полностью свои данные в форумах. Также проходят онлайн-опросы, потом участвуют в рождественных конкурсах, онлайн-натореи. Я имею в виду легальные конкурсы и лотереи, это одно, но есть же достаточно очень фейковых конкурсов и онлайн-лотереи. Опять же, все участие, все остальное, и там скапливается вся эта информация о вас. А вот давайте повторим, наверное, еще раз, мы уже как-то затрагивали эту тему, как можно защитить данные своей банковской карты и вообще свою информацию вот в социальной сети? Ну, во-первых... Самое основное такое. Первое, ну, начнем с социальных сетей и с почты, да, это никогда не открывайте подозрительные сообщения, сообщения от незнакомых людей. Игнорируйте их, кидайте их в папку спам или не открывайте, ну, или удаляйте, в принципе, так. Когда вы создаете новые аккаунты, используйте разные пароли к разным аккаунтам. Если у вас есть постоянный пароль, постоянная почта, они регистрируются с ней, где попало, на разных ресурсах. Используются разные почты для разных регистраций. Что касается банской карты. Это пин-код. Конечно, мы храним в том месте, недоступным третьим лицам. Дальше. Используйте услугу 3D Secure. Это подтверждение вашей оплаты кодом, подтверждающим по СМС. Не надо передавать этот код третьим лицам. Устанавливайте лимитно-максимальные суммы онлайн операции по картам. Подключите обязательно себе СМС-оповещение, потому что в некоторых многих случаях люди узнают о снятии денег, особенно если это карта какая-то, счета банковского вклада, и они узнают его через неделю, через две. Потому что СМС-оповещение было подключено, а потом уже узнали. Уже поздно. Не сообщайте никому CVV-код, который находится на обратной стороне карты. Он не нужен для оплаты в онлайн-магазинах и для онлайн-переводов. Кому-то, чтобы вам перевели карту, ему не нужен этот CVV-код. Вот. И я вообще рекомендовал иметь не одну карту банковскую, а минимум три. Первая, ну, понятно, ваша зарплатная карта доходная. Вторая карта – это для оплаты в онлайн-магазинах. Она должна быть с нулевым балансом. Если вам надо денежка, положили покупку сделать, положили сумму покупки на карту, сделали покупку, опять с нулевым балансом карта. Если пойдет в руки мошенников и нечаянно расплатить на магазине мошенническом, то получится та сумма уйдет, украдут только ту сумму, которая была на этой карте. Либо там будет нулевый баланс. И третья карта – это для путешествий. Также с нулевым балансом положили для путешествий себе нужную сумму. Приехали, попутешествовали. В каждой гостинице есть Wi-Fi у нас бесплатный, где можно через интернет-банкинг опять же пополнить эту карту. Пополнили и занимаемся. Вот это, в принципе, простые правила, которыми будет. Ну и еще раз повторюсь, никому никогда не передавайте третьим лицам свои данные карты и свои личные данные. А вот как правильно составить безопасный пароль для сети? Есть ли какие-то правила вообще? Ну, правила общие для всех. Это не менее 8 символов разного регистра. А простыми словами, разный регистр – это… Это большие и маленькие буквы, да. Символы, буквы, цифры – вот и все, в принципе. И желательно, еще раз повторюсь, иметь отдельный пароль для отдельного входа в разные аккаунты. А можно коротко сформулировать основные правила именно для безопасного пользования интернета? Не только вот, да, банковские карты и информацию свою, но вообще правила пользования интернетом. Ну, опять же, используйте определенное ОПО, регулярное обновление его, с осторожностью разглашать свою личную информацию, думайте, с кем разговариваете, с кем общаетесь в интернете. При посещении сайта с нежелательным контентом подумайте перед тем, как посетить этот сайт, потому что в основном 90% это будет вредоносный сайт. Ну и помните, что в интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны. Спасибо большое. На сегодня это все. В гостях у нас был заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Александр Сергеевич Грицук. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то видео будет доступно на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радиус ФМ и хорошего тебе дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова